что каналов с партнеркой у тут и читает лучшее качество хотя не сделали вот эту фишку что теперь каналах без партнерки можно при определенном количестве зрителей выбирать качество и вы теперь меня вот просто задалбывать этой фигней хотя этим не управляю картинка все равно а сколько зрителей у нас чат должно быть больше 100 я так подозреваю ладно поехали 229 человек ой 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 ну до средства массовой информации мы вот не дотягиваем вообще нынче закон такой что от тысячи поэтому за так у нас тине уже сразу фасточек решают сделать дерево рассекают две стороны на точку а и на точку а лешера выбивают из ракеты минус лешер на ракете да и я взяли бомба подтягивается потихонечку потихонечку сейчас все будет зависеть от того как будет идти убивание у дефенса у скопа пока не заходят с окна его тут закидывают всем всем возможным арсеналом что еще осталось друг другу мешают на правой лестнице смотреть за трански табла но тудей неплохо заходит первый в зажиме второй забирает и штыдли и икси еще и тут спину распадывают скопа как стоял с окне минус так он в этом окне и стоял пошел с деглом проходить 7 патронов на двоих 3 потратил 4 5 берет обратно в м и минус анкред что-то 1 0 неплохое довольно бодрое начало тогда обычно раньше я много говорил что банальщины попахивает первый раунд фас навсегда деф ждет вот здесь не ждали просто нам старик в перестрелке теряет много хп 7 ему оставил скоп правда каким образом говорят что через дерево в голову что-ли да или куда-то не знаю как можно 7 хп свм оставить но тем не менее у него 7 хп осталось снайперской тормозилась атака пошел деф стягиваться потихонечку на точку а туда и уже контролит лечер близко если что дерево встречает инфу моменталочку даст и скоп все-таки бандары есть инфа о том что 8 вышли как минимум один человек мч контролит верх б у нас называется девятка по аналогии с нюк в кэсе все что выше чем земля все девятка да нет конкретно именно этот угол все окошечки так заход у нас плитовой на точку б окончаются неожиданно патроны экспиренса мог бы быстрый фраг делать так потерялся его высекли и элишер сотый с тудеем ритейк на двоих будут расписывать пока что тудей в очень классной позиции чекнут яму вроде как никого здесь нет дым его скрывает элишеру дается время по-быстренькому подойти и прочекать все-таки для тудея где стоят хэдшоттер не палится он носом он в губе тудей теряет много хп и сейчас по хп сравнялись они дуэль в раздевалке выигрывается остается последний хэдшоттер упрощает себе задачу снимая хэпового и на дуэль с элишером и на 1 будет потно я думаю все таки это будет хорошая такая плотная плотная каточка потому что в этой игре действительно многое как бы решается для команд кто из них выходит на третье место да вопрос такой в чате скажи сколько у тебя по часам я так понимаю что это по поводу прогноза прогноза вот сразу после этой игры в смысле сколько у меня часам сколько у всех столько у меня по часам у меня просто на почте время не переведено это я там и позже объясню там на час вперед время идет а так ставки вот эта игра закончится 2100 начинайте делать на бумажка я бумажка я естественно да и все и забудьте про остальное 2100 вот просто старт ой ой пивпа в голову не попадает зиге а че он странно как-то ушел д посадили бинты атака непонятная тут атака играет 2-2 по точкам при этом скопа пытается скопа пытается выстрелить бомба сброшена вообще бог знает где в ангаре у себя на респе хачатер раздевалку проходит воюет там во всю реку к нему только теперь подтягивается по пути делали кишки за бомбой то надо возвращаться время теряется доживет ли хачатер решил не идти просто напросто ливнул и начинает поджимать тут где-то кто-то в спину вот он элишер элишер не запалился сейчас легкий будет просто изич изич и бомбу выбивает можно стоять охранять ну да два один из полиридайфов в пользу хсп я думаю такие качели по раундам будут регулярно поджим поджим машин машинка поджата здесь экспириенс играет роль закрывающего спину но пока он никуда не торопится собственно как и дефон слышит что топают но да его чекнули поняли что все таки будет охранять обычно так бывает выходит в близкую зачем-то встречать дерево там еще и дым лежал легкий пикпак поджал реку просто став перед прицелом и приток роды на раунд 3-1 атаку нечего было в этом раунде показывает здесь они просто в четвером зашли на пустой а и все дальше их просто приняли уже дефонт играл роль атаки так смотрим далее пятый раунд уже бодренько атака начала но далее пока что ничего с дефом сделать не может переигрывать опанах страдают этот раз все более менее хорошо ой хэдшоттер вышел по поддержке тиммейтов он пытается воевать из окна пропускает двух атакующих в яму аниме но Элишер в спине оказался так как то в этом моменте растерялась думала она что на бэчу кто то есть Элишер второго забирает и уже все полегче два в два но инфа есть по одному и по другому отходят в далекие позиции хэдшоттер вообще в раздевалке пандорен за вторыми ракетами будет разыгрывать на близкую в себя запускать минус он скоб находит и хэдшоттер в раздевалке подозревают примерно что он должен где то быть либо в раздевалке либо на втором этаже скоб красавчик два фрага в концовочке вычислила одного и второго и ради в спе нету никакой проблемы особо играть в дефенс раз опять поджим опять страдает атака в дебюте ну вот как они не ожидают каждый раунд рик отбивается как может первый фаззум заходит да и минус он но что то вот тени как то вот у них беда скажем так это целая идеология как нужно играть за атаку с тем чтобы вот на таком не гореть то есть там сначала люди сидят и ждут там первые 20 секунд раунд они ждут аркаду никуда не торопятся только потом они начинают уже раскручиваться здесь ребята сразу смотри какая интересность у нас происходит во избежание неприятностей атака решает просто быстро бежать на дерево а вдруг подожмут да они окажутся быстрее на точке а но этот момент прохавали хсп и просто взяли пошли втроем делать поджим второго дерева просто красоту навели на этом самом дереве опять таки атака потерялась троих в дебюте забрали у них они в неравенстве в меньшинстве битва в перестрелке с окном хедшотер ему ничем не помогает только теперь мечется между первым и вторым деревом понимает что на а вряд ли он зайдет в одно лицо и там как минимум один человек скоп его поджал и убил и пиф-паф винтах последний я тинфа пиф-пафе а тонн в тонн в кишке ошибка от амси понятно вот зачем зачем соваться на него ну встаньте вдвоем на одну позицию пиф-паф услышал скопу и коп девайс сменил из калаша доделал работу 6-1 ну вот как раз именно смену девайс он услышал так сыграла злую шутку а 6-1 и пока что все очень легко для хсп деф они выбрали и не зря как видно у них тут наиграно по крайней мере легкие раскладочки по дебютам раундов мс в близкую восьмерку с поддержкой и штыдли нашего любимого здесь не то что с поддержкой здесь засада есть такой мс минус 2 в полу блайнде каком-то бомба не решилась а бомба у снайпера рико стоит никого не убивает но опять таки вот начинается все очень плохо для атаки с ошибки теряют два их думали что обезопасили себя одной флешкой хотя флешка там особо не берет если человек в коробке смотрит она ему в любом случае в бок или в спину падает вот никак вы его не возьмете если только он бачком к ящикам на восьмерке стоит смотрит позицию ну это такое 90 процентов что ваш флешка не сыграет ну смотри экспириенс и пандарен минус 2 делает проходит по дереву и деф остается вдвоем коп отрабатывает очень хорошо экспириенс в дым в спину второй раунд для своей команды приносит 2-6 видно при г разный уровень команд здесь не разный уровень здесь просто команда хсп чуть лучше подготовились видно что они наигрывали определенные моменты определенные связки вот на этой карте а осколочная чем занимались алены то бишь непонятно а у нас вот сколько уже туров но команды готовят в основном деф кстати на анкоре готовят деф на складе готовят деф выход в девятку пиф закрывает у нас ее не пошел дальше тиммейт тут есть в раздевалке у него будет делать раскид только непонятно под кого оттянулась атака поджала прочерпала то что нету стяжки пода под руку отжимает рекл и опять беда вот эти опять 3 в 4 2 в 4 да с атакой беда у тини на каждый склад конечно надо тренировать это дело просто их каждый раунд зажимают где-то в полупозиции то на респе то на дереве и и штыдли из ракеты пулька берет пиф пафа там что было немного 1 в 3 это любимая любимая хэдшоттеровская эмка и в троих соперников правда сотые все были у него ситуации попроще когда были хотя бы чуть-чуть накаленные но он спалился с прострелом скоб понял где он держит на прицеле дал инфу что это второй этаж обхитрить сам себя минус хэдшоттер сим 2 первая половина в москва но такой борьбы потный как в первой игре не получается к сожалению пока что а все в одну сторону а москва я показать не могу банально просто стремление я миша так почему я за дэв оказался нет нет я не хочу смотреть за дэв ай и не переходится о пришлось вовремя я за дэв посмотрю там неудобно там получается хелсбары теров слева а сверху у тебя табличка контрф ну как то короче криво все так поехали смотрите вторую половину все что надо хсп на изич два раунда и и баста суслики рико дает минус тудей или шерху еще не дошел появился четвером четвером атака осталась так смотрим что у нас у дэв хэдшоттер будет все таки восьмерку в близкую встречать но без палева пока решили в близкую встречать именно б а не а пив пав интересную кстати позицию выбрал на точке а не всегда там можно кого то увидеть но и не всегда здесь чекают атака в машинке стоит скоб по прежнему а нет скоб начинает выходить потихонечку точку а но первое прочекает будет ракета она пытается вычислить позицию пив пав потом окно потом решетку будет чек или сначала чуть решетка потом окно пив пав то тоже не понимает холдом идет скоб интересно тут нарисовывается противостояние пойдет ли скоб вопрос но ему надо будет чекать окно и на любом случае спиной отвернется пив пафу так понимает пив паф тиммейта сдал и что ну скоб лол красавчик просто молодец жесть забирает в одно лицо точку а просто прошел на холдах вычислил минус окно скоб у него кп там не было но он сделал длинную долю работы в минусовом уже раунде для своей команды открывает за 50 секунд будет постановка бомбы рико вп по-прежнему на точку б минус пандорен и рико один девайсов у него тут есть кто-то тут умирал в окне не попал захочет 1 в 1 клач смотрим эштыдле эштыдле против рико ну куда ты куда ты смотришь ты уже пропустил себе в бочину эштыдле господи потерялся по инфе потерялся абсолютно рико сменил девайсы и делает этот раунд лол ошибка эштыдле была в том что он чекал на приседе эшкорд соответств как можно быстро это делать не теряя скорость тогда глупо еще а ну вот скоб конечно молодец да но команда его рьяный порыв не поддержала вытяните этот раунд странно развалилась и у нас свой хороший рекорд особо на дереве туда и дает размен так что там по счету то получается господи а 73 73 а я могу купил ютюб и если вы говорите о твиче то что владелец сейчас был джастин точка тв такая организация они сделали отдельно платформу под игры совсем давно вспомнил потом собирались многие так и штыдли их купили амазона ну да да и штыдли выбивает восьмерку быстрый проход на точку б тиммейт его уже и лешер здесь постановка за вторую ракету лешер хорош голова и пиф-паф последний против двоих ухп его штыдли беда близкую ему выходить эризон надо где-то ловиться есть инфа о том что он в зиге нету инфы или штыдли понимает есть есть и штыдли просто боится потерять свое хп ну и правильно боялся минус он лешера соточка пропускает пиф-пафа за сталпы доделает этот раунд первый для хсп за атаку набрали 8-3 да два раунда до победы ты пути на язык что тут спугнешь же ааа нет я ну констатирую факт господи либо сейчас кто-то набирает 10 либо ну я имею ввиду прямо там с нуля 7 раунда будут братья убирать ну не знаю возможно хсп как-то разбирали свою игру на этой карте склад скорее всего да это видно поняли правильно что им лучше играть за деф и взять как можно больше раундов а за атаку уже помучаться 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 потому что такого серьезного ничего особенного они тут не показывают но видно что в некоторых моментах они играют в два вп команда тинни подари на реку пиф паф делает первый раунд да минус на а и шли лимхи ну то что делали хсп с тинни в первой половине практически всю половину вот в этом раунде сделали тинни с хсп зажали их на респе можно так говорить там хэдшоттер прочекал машинку дает инфу тиммейтам экспиренс начинает в близкую выходить на двоих зажи минус он хэдшоттер сдергиваться с позиции в принципе можно можно попытаться что-то пандарин меняет на сг оружие ошибка от реку хаев упал в никуда ну да он на проскок не поймал голову и хаев никуда кинул втроем идут обходить спину все девайсы сменили да все сменили девайсы все со штурмами идут и штыдли смотрит левую лестницу и пора бы ему переключиться на правую но что первого пропустил не голова ну и все тут уже наверное закроют его да тут уже все здесь без шансов если бы первого убивала чтобы какие-то шансы были а так с двух сторон его получается обходили и спрятаться за этой решеткой особо некуда спалился 2-1 во второй половине и восемь четыре счет еще раз по поводу качества видео ребят это не зависит от стримера или от модераторов канала эта функция целиком у полки лежит на плечах твитча обновляйте единственное что я могу посоветовать обновляйте страницу потому что кто-то приходит новый и говорит где качество то для тех кто сидит долго на стриме все нормально кстати процентов знаю более по-моему какие-то минуты надо провести восьмерка восьмерку пытаются пробивать но в этот раз в близкую здесь нет никого хэдшоттер обычно стоял за восьмеркой на этот раз вот на холодильник таранился отлично а вот минус 2 третий не будет даже не попал ситуация 2 в 2 сделали сплит но сделали сплит без дыма на решетке и вот этот сплит через гуни пошел сразу яму выбивать возникли там легкие проблемки остались 2 в 2 смотрим выбивание экспириенс минус квадрат у них папа есть инфа а минус он матчпоинт для хсп 9-4 АК-47 с грушаком офигенный ну с грушаком может быть с грушаком? да световая грушак Максим грушак и если выпадить я бы кто-то точно понял скопа дает минус дает инфу об аркаде са скопа все ближе и ближе пытается поджимать уходит он прострельной позиции можно сказать левает к тиммейтам в машинку ну и деф пойдет до конца шерстушит топ отпада он дает по идее инфу а там то аркада прошла уже очень глубоко ну и вот экспириенс спину опаздывает и он остается последний лол походу это гг бомба заложена клач четверых практически нереальный на 99,9 надо вешать первым троим по пуле этого не происходит скоп с дегла завершает эту игру и у нас сколько получается 10-4 да? 10-4 констатируй счет 10-4 в пользу хсп отправить табличку нашу да мне тоже надо отправить все ну ожидания оправдались по крайней мере мои я думал что хсп тени выиграют не знал просто какая будет карта ну вот склад такой получился 10 10 хп у нас занимают третье место с десятью очками Уже.